Вот я занимаюсь космосом. Я тоже учёный. Я космолог. И что? И ты думаешь, что рептилоиды прям посещают Россию? Они нам помогают. Мы с ними дружим. Вы с ними дружите? Я бы даже сказала, что вы с ними множитесь. Понимал в своей жизни рептилоидов? Я с ними дружу, общаюсь. Ты же тут космолог, и ты не знаешь, кто такие Далики? Ты, конечно, я не знаю. Ты в какой-то космической бурсе отучился? Да, ты звідки будешь? Я с Украины, а ты звідки? Я из России. Из России? Звідки саме из России? Из Краснодара. Краснодар? Понятно. Что хочешь рассказать? Блин, я не знаю. Я хочу спросить, как вы там пожелаете, так что Новенького вообще? Новенького? Не знаю. Зруйнований в нас торгівельный центр. Все-таки из Новенького. Только про войну мне не рассказывали. Лучше скажи про что-нибудь хорошее. Про хорошее? Ну, давай, я не знаю. Можливо, ты знаешь, как звали отец отец Тараса Григоровича Шевченко? Япония, вот ты не скажи, вот ты кто по образованию? Я, за першою освітою, я инженер-проектувальник шахтностей и подземных споруджений, а до другої освітою я инженер з цивільної безпеки. А вот я занимаюсь космосом, я тоже ученый, я космолог. Да, то есть я изучаю планеты, планеты, системы, там, но я в науке, короче. Ага. Ну, а что, какие вопросы будут по этому поводу? И про что? Ну, у меня есть одно вопрос, но я не знаю, чтобы ты не обрадився, где к ней зуб? Ну, потому что ты бидло, понимаешь, вот если ты бидло, вот так ты мне и скажи, что ты бидло, и я тебе хотя бы расскажу, вот это, чтобы ты поняла. Ну, так я же, я шепетаю, ну, может, ты знаешь, там, ну, я не знаю, сколько секунд в один год. Ну, я, конечно, на гуське надо будет так говорить, а я могу на гуське говорить. Ну, слушай, ты не матюкаешься, не матюкаешься. Ну, я не знаю. Ты же ученый, ты же ученый, и тут ты матюкаешься. Ну, давай, я не знаю. Ну, что, я же в России езжу. Ну, давай, ты ученый, может быть, ты, давай поговорим, когда началась Первая мировая война? Блин, ну, я тебе расскажу, но это уже по истории, конечно. Ну, ладно, я тебе расскажу. Давай. Первая мировая война, Первая мировая война, да? 1912-м. А закончилась? Более. Охереть. А вот... Сейчас подойди. Началась в 1912-м. В 18-м, вроде. В 18-м. Все правильно, шла 6 лет. Это не моя тема, просто, понимаешь. Я тебе говорю, что я ученый-космолог. Я изучаю планеты. Я изучаю другие цивилизации. Хорошо. А в какой галактике мы находимся? Как называется наша галактика? Мы находимся... Наша планета Земля, ты имеешь в виду? Находимся в галактике Млечный Путь, да? Вот в одном из рукавов Млечного Пути. Всего их 4. А планеты назовешь от Солнца в порядке? Планеты? Да. Марс, Юпитер, Сатурн, Венера, Уран, Нептун, Путина... Не-не-не, в порядке от Солнца. Луна, Земля, Солнце. В порядке от Солнца. Планеты. А, блин... Давай, первая планета от Солнца. Первая планета от Солнца какая? Первая? Блин, а я не соображу так. Ну, давай, давай попробуем. Не, ну, смотри, ты мне какие-то... Ты мне... Ты мне вот какие-то детские вопросы задаешь. Вот, честное слово. Так какой же... Ты же... Ты это вот... Ты это должен знать, это у тебя просто должно быть в подпорке мозга. Ой, блин. Ну, не знаю, ну, давай... Смотри, другие цивилизации, там... Другие галактики... Вот это... Ты должна... А с этой галактикой что, уже все разобрали? С этой галактикой все известно. А с этой галактикой уже все известно, да? Эту галактику изучили, поэтому можно в другие галактики лезть, да? Да, я лету в отдаленный космос, то есть, ну, допустим, жизненных планет, на которых может быть жизнь. Таких планет больше 40 уже открыто. Слушай, а какая ближайшая планета, где есть жизнь, куда можно было бы переселиться? Есть такие планеты, да. А какая самая ближайшая? Очень много. А какая самая ближайшая? Ну, и есть такая планета, я. Там в два раза... Масса, вот масса, и она больше по территории в два раза, чем планета Земля. Вот, и там один год длится не 365 дней, а всего, это, 180 дней один год. То есть, там циклы зима, весна, лето и осень, там по 40 дней, вот, а не по 90, как у нас, понимаешь? Так, и как называется эта планета? Можно, просто можно. Блин, она находится в 216 световых лет от Земли. То есть, когда у нас, у землян, будут такие технологии, которые будут преодолевать скорость света, да, вот, мы сможем до нее долететь. Сейчас у нас таких технологий нет, мы не изобрели эти технологии. Слушай, ну я слышала, ну я слышала, что сейчас Роскосмос, очень продвинутые ребята, и, возможно, россиян скоро можно будет переселить на эту планету. Вот я работаю на Роскосмос, понимаешь? Ты работаешь на Роскосмос? Кем ты работаешь на Роскосмос? Я работаю, это, независимым исследователем. Независимым исследователем. А что, в Краснодаре, где находятся офисы Роскосмоса или Главное управление? В Москве. В Москве? А есть какие-то офисы еще по стране? Есть, но, как бы, небольшие подразделения есть по всей стране. В Краснодаре тоже, да, есть? По всему миру есть, по всему миру, короче. Ага. Слушай, а есть, вот говорят, вот, что Земля плоская, правду говорят? А, не совсем, не совсем, не совсем правду, но и не совсем ложь, потому что, ну, ты об этом хочешь сейчас поговорить? Да, 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 да. Смотри, то есть, Земля на самом деле шарообразная, но эта шарообразная, она состоит из плоскостей, вот, и поэтому получается шарообразная. Ну, не идеально, как круг, понимаешь? Вот. Поэтому говорят, что Земля плоская. Слушай, а ты где-то получал образование, вот, космолога? То есть, смотри, я тебе сейчас так объясню. Допустим, вот, тысяча километров в квадрате, тысяча километров в шестиугольнике. То есть, человеку это очень трудно понять, и поэтому он принимает на Землю, как плоская. Не смотря, ну, ты понял, собственно. Так, слушай, а где ты получал образование, вот это вот космическое образование? Ну, где надо. Не, ну, мне ж интересно, какие у вас есть на России вот эти вот космические институты? Нет, 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 а что тебе надо, вот, где я получал? Ты спроси вот то, что я знаю, вот то, что я знаю. Так, нет, мне просто интересно, может быть, я тоже захочу себе... Я не знаю, что есть и жизненные планеты, там, и другие цивилизации. Так, слушай, ну, слушай, ну, может быть, я захочу тоже себе получить образование и третьим образованием стать космологом. У вас на Украине такому не учат. Ну, вот я же спрашиваю, где учат на России. Поеду на Россию учиться. Это, короче, закрытый университет был. Закрытый университет? Да. Подвале на диванчике под кусачок и так, под рейдинг, да? Нет, это, короче, специальные закрытые университеты. Специальные закрытые? А ты как-то по блату туда попал? Да, да, да. Я просто масон, понимаешь? Там всех масонов берут, короче. Всех масонов берут. А я думала, что ты обменял возможность учиться на два зуба. А, нет, это... Подожди, я тебе сейчас объясню. Вот. Ай, ё-моё. Подожди, я тебе сейчас объясню. А, я думала, ты сейчас скажешь, подожди, я перезвоню. Не, 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 подожди. Смотри, по поводу того, что у меня двух зубов нет. Это так надо специально, понимаешь? Это так лучше связь с космосом? Не только поэтому. Это ещё надо для другого на самом деле. Слушай, а правду говорят, чтобы инопланетяне не проникали и не читали наши мысли, что нужно носить шапку из фольги? Ну, я читала такую научную статью. Ну, я тоже читал, но это херня всё, понимаешь? А что нужно делать, чтобы инопланетяне не смогли читать наши мысли? Ну, если шапочка из фольги херня, то... А что делать? Я же не хочу, чтобы они читали мои мысли. Так а нахера им надо читать твои мысли? Они твои мысли и не будут читать. Ну, а чтобы вот и не прочитали. Они читают мысли... А инопланетяне читают мысли только тех людей, кто им интересен. Ну, смотри, ну, хорошо. Так это чтобы они у этих людей, которым им интересно, не прочитали. Вот захотят они мысли Путина прочитать. Путину тоже нужно какую-то шапку сделать, правильно? Ты, кстати, можешь с рептилоидами, да? А как ты думаешь, существуют рептилоиды? Да. Да? И что, и ты думаешь, что рептилоиды прям посещают Россию? Они нам помогают. Они вам помогают? Да. Кто бы сомневался. Понятно. То есть... Мы с ними сотрудничаем. Мы с ними дружим. Вы с ними дружите? Я бы даже сказала, что вы с ними множитесь. Не, ну, у нас... Вот я видела вот этих вот современных россиянцев, то они такие, конечно, да, полурептилоиды. То есть мы с ними дружим. Это одна из цивилизаций, которая обратила внимание на планету Земля, и с ними надо дружить. Слушай, а рептилоиды дружат только с Россией, или еще с какими-то странами дружат рептилоиды? Со всеми, со всеми дружат. Со всеми дружат? А с Украиной тоже дружат рептилоиды? Не знаю. Не знаешь? А у тебя... Слушай, а ты встречал в своей жизни рептилоидов? Я с ними дружу, общаюсь, по-моему. А как вы? Вы по переписке, или вы в кафе ходите? Или на работе вы пересекаетесь? По переписке. По переписке? Ну, слушай, я подумала, конечно, что вы с голубями почтовыми переписываетесь, но вряд ли почтовые голуби долетают в космос, правильно? Не, по интернету, там, ВКонтакте, по маилам. А, ну да, 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 я так и поняла. То есть, а, понял, это вот когда сейчас, кто там, Китай объявил о том, что они, возможно, уловили первое сообщение там из космоса, это просто рептилоиды промахнулись и попали в Китай, они тебе сообщение в Краснодар отправили, правильно? Ну да, да, да. 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 Ну понятно. Слушай, так, а что рептилоиды, зачем они дружат с нами? Блин, ну, понимаешь, это одна из цивилизаций, которая похожа на людей, понимаешь? На планету Земля не летают высокоразвитые цивилизации, летают только такие, которые похожи на людей по характеру. Вот рептилоиды похожи на людей, они очень... Слушай, ну а разве рептилоиды, это не рептилии? Ну, рептилии, но все равно они похожи по знаниям и по характеру на людей. И что ты думаешь, что будущее есть у нас с рептилоидами? Ну, я бы вполне хотел, чтобы у нас будущее было, мы вполне бы могли, так сказать, жить вместе, то есть, ну, я не вижу ничего плохого в этом. Ничего плохого в этом? А что мы можем хорошего принести рептилоидам? Ну, много чего. Слушай, а далеки, они держат какую-то связь с... Ну, допустим, рептилоидам мы помогаем полезные ископаемые, а вот современные технологии, то есть, компьютеры, сотовые, телефоны, смартфоны, там, сенсорные, которые сейчас у нас есть, это технологии, которые подарили нам рептилоиды. Слушай, а вот там далеки, роболюди, они держат связь с нашей цивилизацией? Ты же знаешь, да, кто такие далеки? Я не знаю. Ты не знаешь, кто такие далеки? Ой, да, да ну тебе нафиг, ты сейчас расскажешь. Что тебе за шизофрения? Как это? Какая шизофрения? Это вообще-то ты же тут космолог, и ты не знаешь, кто такие далеки? Ты, конечно, я не знаю, ты в какой-то вот это космической бурсе отучился? Я учился в высшем, наивысшем университете космологии, астронавтики и космонавтики. Космологии, космонавтики и космонавтики, понятно. Да, главное, не притирай. Говори там, что... И если вам рассказывали только про рептилоидов и ничего не рассказывали про далеков, то, конечно, и про роболюдей не рассказывали. А про сенсорит. Тебе сколько лет вообще? Мне 27, а тебе? Мне 40. Тебе 40. Вот, хорошо, и что? А ты знаешь, на самом деле, вот мы с тобой общаемся, да, и... И нас прослушивали далеки. Ты такие интересные вопросы задаёшь, и ты именно вот понимаешь, о чём я говорю. Вот я тебе кое-что говорю, да, а вот ты это понимаешь и на это отвечаешь. Вот, и я ценю тебя за то, что ты есть и за то, что ты это всё понимаешь. Вот. Потому что, знаешь, почему... Конечно, я очень и не холодно. Знаешь, почему? Знаешь, почему я тебя понимаю? Знаешь, почему я тебя понимаю? Потому что знаю. Потому что я... Я не знаю, якщо краще можна було закінчути цю розмову про далеки. Киберлюди, роболюди, я не знаю, кто понял, кто понял, далеки, киберлюди, роболюди, это с Доктора Хто. Я далі хотела ещё за силу Реансів задвинуться, но что-то он, короче, не потянув, типа, за Доктора Хто розмову. Так что, да, конечно, смешно, смешно. Алипилоид, который используется андроидом, чай, потом каже, в Майлрубер, поспи.